Добрый вечер. Новости на канале БТБ в студии Оксана Гуцайт. Парламентская Ассамблея Совета Европы признала наличие регулярных российских войск в Украине. В итоговой резолюции по результатам пленарного заседания идет речь о том, что Россия поддерживает боевиков на востоке Украины, а также осуществляет прямое военное вмешательство в конфликт. Ассамблея призвала Федерацию прекратить пособничество боевикам и вывести войска с территорию Украины, а также отвезти их от границы. Боевики обстреляли центр Донецка, в результате чего парализован общественный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Горсовета. Повреждено несколько жилых и административных зданий. Информация пострадавших уточняется. Напомню, днем в Донецке из-за военных действий пожарные не смогли потушить возгорание. Продолжается и штурм Донецкого аэропорта. Украинские десантники героически отбивают атаки стратегического объекта. Об этом говорит спикер СНБО Андрей Лысенко. По его словам, накануне бандформирования четыре раза обстреливали аэропорты с танков и градов. В результате убито минимум семь террористов и более десятка ранены. С украинской стороны погибших нет. Лысенко также акцентировал внимание, что всю информацию о действиях в зоне АТО полномочен предоставлять только центр СНБО. Поэтому военным и командирам добровольческих подразделений не стоит поддаваться на провокации и распространять непроверенную информацию. Вся территория аэропорта находится под контролем украинских военных. Неоднократные штурмы, попытки пророссийских боевиков завладеть им любыми средствами, меняя тактику, постоянно обновляя людей, не увенчались успехом. Украинские военные мастерски выполняют свою работу и удерживают этот аэропорт под своим контролем. Евросоюз рассматривает возможность расширения санкций против России, если боевики ДНР захватят аэропорт Донецка. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Усиление санкций грозит и в случае взятия террористами Мариуполя. При этом в агентстве отметили, что исход боев за город и за Донецкий аэропорт пока предсказать сложно. Аэропорт – единственная часть Донецка, остающаяся под контролем украинской армии. Бои за него продолжаются до сих пор. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах своих позиций. Ангела Меркель призвала Владимира Путина оказать влияние на пророссийских боевиков на востоке Украины. Об этом она говорила по телефону с президентом России. По словам пресс-секретаря немецкого правительства, канцлер обеспокоена информацией о насилии в нашей стране. В разговоре она сделала акцент на том, что граница между Украиной и Россией должна контролироваться. И отметила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе играет большую роль в выполнении этой задачи. Дипломат добавила, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать миссию ОБСЕ в Украине. Министр иностранных дел Британии Филипп Хаммонд обещает Путину новые меры в ответ на действия России в Украине. Это жесткое заявление глава британского МИДа сделал на конференции консервативной партии. По словам Хаммонда, после долгих лет холодной войны Британии и западный мир протянули руку дружбы России, предлагая инвестиции, торговлю и партнерство. Министр возмутился, что федерация в свою очередь выбрала конфронтацию. Мы должны гордиться, что Великобритания была лидером введения далеко идущих санкций. Они дают понять, что мы не потерпим незаконные действия России. Мы не позволим запугивать наших союзников по НАТО в Восточной Европе. Я напоминаю Владимиру Путину, угрозы любым членам Альянса будут встречены ответом со стороны всего НАТО. Вот почему мы направили истребителей «Тайфун» в Балтику. И сделаем это снова, если будет нужно. Александр Лукашенко готов отправить белорусских миротворцев на Донбасс, чтобы развести враждующие стороны. Президент Беларуси заявил, что для него очень опасно подвергать своих солдат риску. Но если Россия не верит Америке, а Америка России, он готов это сделать. Также Лукашенко отметил, что уже давно предлагал отправить белорусских миротворцев на Донбасс, но эту идею отвергли все стороны конфликта. За время проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях погибло 134 милиционера и солдата Национальной гвардии. Ранено 628 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, государство не должно скрывать потери в рамках АТО, ведь речь идет о людях, отдавших жизнь в боях за родину. Без вести пропавшими, по данным министра МВД, считаются 90 человек, а в плену остается 160 правоохранителей. В целом, ситуация в районе проведения АТО напряженная, с тенденцией к обострению. К сожалению, сейчас даже в так называемом режиме прекращения огня у нас случаются потери. Так, сегодня ночью мы имеем потери в составе 1-го резервного батальона добровольцев Национальной гвардии, где один парень погиб и другой получил ранение, на вновь установленной растяжке вокруг нашего охранения минной. ДНК-экспертизу тел погибших участников АТО будут проводить в лаборатории МВД. Это облегчит опознание родственниками, сообщила советник президента Украины Ольга Богомолец. На балансе Министерства внутренних дел находится 17 современных лабораторий. Советник президента также подчеркнула, что новая система опознания погибших будет действовать уже на следующей неделе. Родственникам пропавших без вести стоит обратиться в районный отдел милиции. Органы внутренних дел на основании соответствующего уголовного производства должны предоставить людям направление на бесплатный анализ ДНК-экспертизы, который будет внесен в единую базу данных. При Министерстве обороны создадут совет волонтеров, который будет содействовать материально-техническому обеспечению украинской армии. Об этом заявил глава Минобороны Валерий Гилетей на встрече с активистами. По его словам, волонтеры смогут распоряжаться деньгами, которые пожертвовали на армию украинцы. А лучших специалистов ожидают даже должности в министерстве. Подробности в материале Тамары Кононенко. В совет волонтеров при Минобороны войдут активисты со всей страны. Это представители десятков волонтерских организаций, которые в сложное для Украины время проявили себя как настоящие патриоты и талантливые менеджеры. В совете они будут заниматься привычными для себя делами. Закупкой военной формы и продуктов питания, ремонтом военной техники, медицинским обеспечением. В целом всем тем, что необходимо вооруженным силам, кроме оружия. Однако теперь у них будет поддержка со стороны государства и ряд других преимуществ. Например, сегодня министр обороны Валерий Гилетей пообещал, что в распоряжение волонтеров поступят деньги, которые перечисляются украинцами на номер 565. Сейчас на этом счету 60 миллионов гривен, которые еще не использовали. Те средства, о которых я говорил, 60 миллионов гривен, они уже есть. Недавно поступили на наши счета. Это те средства, с которыми начнем работать. Все средства, которые будут идти на эти счета, ими будут распоряжаться исключительно волонтеры. Я думаю, это улучшит и отношение не только к украинской армии, но и ко всем тем, кто непосредственно будет этим заниматься и влиять на эти процессы. Министр обороны подчеркивает, самые активные помощники армии могут даже получить приглашение на работу в министерство. Здесь уже работает несколько молодых специалистов, которые начинали именно как волонтеры. Глава ведомства не исключает и того, что Совет будет принимать участие в процессе госзакупок. Активисты такие перспективы приветствуют. Говорят, делиться опытом готовы, ведь за последние месяцы у них уже наладился четкий механизм своей работы. Мы реагируем на все вопросы гораздо быстрее, гораздо быстрее все покупаем, гораздо дешевле. Ну, потому что мы на прямой связи с батальонами, и у нас нет вот этих вот процедур прохождения, там надо согласовать это там, нужно поставить печать там, нужно пройти вот эти процедуры. У нас этого нет. Мы увидели запрос, узнали, где это купить, поехали купили и отвезли. Первые результаты совместной работы волонтеров и чиновников из Минобороны сторон обещают продемонстрировать уже до конца недели. По словам Валерия Гелетея, к этому времени должна закончиться подготовка к зиме всех военных в зоне проведения антитеррористической операции. Тамара Каноненко, Владлен 0, БТБ. Благоприятный инвестиционный климат и реформирование Украины. Эти темы сегодня обсуждались на встрече руководства Украины с иностранными инвесторами, представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты. Что необходимо иностранному бизнесу, чтобы вкладывать деньги в Украину, узнавала Юлия Боднар. События на Донбассе не помеха. Инвестиционная привлекательность Украины по-прежнему высока, утверждают в правительстве. Представители бизнес-ассоциаций видят долгосрочную перспективу и готовы вкладывать в развитие хай-тек технологий и промышленности. Но инвесторам нужны гарантии и конкретные ответы на вопросы. Инвесторы хотят услышать, если есть коррупционеры, то почему они не сидят в тюрьмах? Если есть вопросы по судебной системе власти, то почему она не совершенствуется? Если мы говорим о том, что должна быть улучшена бизнес-среда, то почему она не улучшается? Что мешает, кроме войны? Президент и премьер-министр с ответами не медлили. Оба знают, что стране предстоит преодолеть еще много трудностей, барьеров и вызовов. Но понимают, что это реальная возможность изменить страну, улучшить инвестиционный климат и сделать Украину одним из ключевых европейских государств. Реформы – это не просто процесс. Мы должны достичь конкретных результатов, для чего установили 21 показатель эффективности. Они должны быть реализованы к 2020 году, большая часть которых напрямую зависит от бизнес-среды. Это рост ВВП, прямых иностранных инвестиций, повышение кредитного рейтинга, простоты ведения бизнеса, доверие к судам. Мы приняли несколько пакетов жесткой экономии, реформировали государственную службу. Сократили расходы на нее. Мы вместе с президентом внесли в парламент ряд антикоррупционных законопроектов и убеждены, что совместными усилиями будет принята налоговая реформа, бюджетный кодекс. Цель Украины – членство в ЕС, европейские стандарты и ценности. Достичь этого помогут реформы. Они приведут и к соответствию нашей страны маострихским и копенгагенским критериям уже через 6 лет, уверен Петр Порошенко. Юлия Боднар, Михаил Чаркин, БТБ. На необходимости проведения реформ, даже вопреки ситуации, которая сложилась на востоке страны, акцентируют внимание и представители Всемирного банка. Какие именно реформы они рекомендуют провести и к чему это приведет, узнавала Вероника Сектым. В первую очередь реформы должны затронуть сферу макроэкономических отношений и энергосектор, читает представитель Всемирного банка Лолита Мурти. По ее словам, избавиться от коррупции и привлечь инвесторов можно только за счет системного изменения законодательства. Украина нуждается в реформах, особенно в такое сложное время. Это необходимо для роста экономики, увеличения рабочих мест и повышения уровня жизни населения. В первую очередь это касается структурных реформ. Вырастет эффективность использования ресурсов, улучшится продуктивность, что приведет к увеличению доходов. О важности реформ в макроэкономической сфере говорит и экономист представительства Всемирного банка Анастасия Головач. По ее мнению, экономика Украины сможет подняться уже к 2016 году. Важно только реализовать все запланированное. Мы ожидаем, что это поможет улучшить инвестиционный климат и даст возможность открыть внутренние и внешние источники финансирования таким образом, чтобы на рост ВВП в 2016 году повлияли инвестиции. Именно это мы вкладываем в наш прогноз и ожидаем, что через два года рост экономики возобновится на уровне 3%. Сильной стороной Украины является ее кадровый потенциал. Директор Всемирного банка Чемяофан считает, что здесь очень высок уровень подготовки специалистов. Это касается всех секторов экономики, но некоторые из них особенно остро нуждаются в реформах. На первых позициях – аграрный сектор. Аграрный сектор имеет большой потенциал, хотя там есть проблемы в правовой части. Все же у международных инвесторов есть огромный интерес, чтобы вкладывать деньги в сельское хозяйство. Но должна быть улучшена юридическая основа в этом секторе. По мнению экспертов, точно спрогнозировать рост экономики поможет постепенная стабилизация ситуации на востоке Украины. Но это не повод ждать, подчеркивают участники встречи. Чем быстрее реформы начнут внедрять, тем больше шансов на устойчивое развитие мы получим. Вероника Сектым, Сергей Савчук, БТБ. Украина должна стимулировать рост экспортно-ориентированной индустрии. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкин, выступая на Киевском международном экономическом форуме. По его словам, от этого зависит рост отечественного ВВП. Повысить внутренний валовый продукт можно за счет перераспределения заказов, как это делают во всем мире. Напомню ранее, МВФ прогнозировал падение ВВП более чем на 6% по итогам этого года. Когда мы профессионально анализируем пути роста ВВП, то, конечно же, это потребление внутренней продукции, это инвестиции, которые должны быть в стране. Это экспорт и его приоритет над импортом, и это государственное потребление. Украина из третьего мира в первый. Таким был девиз первого Киевского экономического форума. Ведущие экономисты, реформаторы, представители власти и бизнесмены обговорили необходимое стране преобразование и пути их реализации. Какую формулу экономического прорыва сегодня вывели для Украины, знает Виктория Попович. Первый Киевский экономический форум начали с жесткой критики. По данным Международного валютного фонда, за годы независимости Украина потеряла пятую часть экономики. По сути, страна превратилась в сырьевой предаток для других государств. Одной из главных причин является низкая производительность труда и преобладание экспорта над импортом. Для того, чтобы в корне изменить ситуацию, стране еще предстоит пройти путь непростых реформ. В Министерстве экономического развития настаивают, изменения должны быть продуманными и последовательными. Нельзя делать 10 реформ одновременно. У нас не хватит ни ума, ни организационных способностей. А самое главное, не хватит средств. Необходимо разработать последовательный график, выставить приоритеты. Сегодня мы заливаем фундамент, завтра строим стену, послезавтра мы стелим крышу. Нельзя это делать одновременно. На вооружение необходимо брать и опыт других стран, которые уже боролись с бедностью и коррупцией. Например, в Польше пошли по пути радикальных рыночных реформ. Гжегаш Колодко, главный архитектор польских экономических реформ, делится секретом успеха его страны, где успешно сосуществуют государственные и частные секторы. Все это благодаря развитому гражданскому обществу. Я не верю в успех рыночной экономики без гражданского общества соответствующего уровня. Это не либеральная демократия. Я не верю в олигархические структуры. Это государственный капитализм. Я верю в новый прагматизм, где есть место гражданскому обществу. Есть частный сектор, который, естественно, ориентируется на бизнес и максимальное повышение прибыли. Есть государственный сектор, который должен обеспечить распределение прибыли по инвестированию в объекты инфраструктуры, человеческие ресурсы, социальный капитал, развитие и так далее. Но существует еще и третья сила. Это само гражданское общество, общественные организации, люди, которые берут дело в свои руки, не надеясь ни на кого другого, кроме самих себя. А вот в Беларуси традиционно делают ставку на государственный сектор. Это позволяет защитить экономику от внешних воздействий. При этом удается избегать пресловутой утечки мозгов и технологий. Основа национального богатства – это, конечно, инженерно-технические кадры. Поэтому любая страна должна это поощрять. И любой молодой человек должен видеть, что он может быть успешным и добиться успеха собственным умом. Однако, чтобы провести кардинальные изменения в кратчайшие сроки, Украине необходимо будет привлечь ресурсы извне. Но чтобы в страну пришел инвестор, нужно избавиться от коррупции. Судебная система, слушайте, она же полностью коррумпирована у вас. Я знаю. Я отвечаю за свои слова, потому что я много работал с эстонскими инвесторами, которые потеряли десятки миллионов евро, потому что покупали решение. Судебная система должна работать. Правоохранительная система должна работать. Сейчас рабочий план реформ уже изложен в стратегии президента 2020. Экономическая часть предусматривает увеличение ВВП на душу населения в два раза, а также упрощение ведения бизнеса. Но построение гражданского общества – дело каждого украинца. Виктория Попович, Данил Городецкий, Андрей Никонов, БТБ. С нетипично жестким для российских бизнесменов заявлением выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Во время инвестиционного форума «Россия зовет» он раскритиковал ситуацию в российской экономике и уровень управления стране. Греф напомнил, что развал у Советского Союза способствовало незнание экономики руководителями. По его словам, в России немыслимые сдержки, например, в исполнении федеральных целевых программ. Бизнесмены стоят не в очереди на открытие производства, а на выезд из страны. А инвест-климат подрывают громкие уголовные дела с целью передела бизнеса. Также Греф подчеркнул, гулагам мотивировать людей нельзя. Нам очень важно делать уроки из собственной истории. Нам нельзя допустить повторения той же самой ситуации. У нас высокие цены на нефть, на неспадающий тренд. У нас громадные структурные проблемы. Советский Союз 50% потребляемого зерна ввозил. Всю нефть продавали за то, чтобы купить зерно в Соединенных Штатах Америки и завести его обратно. Мы сегодня завозим почти всё. Когда мы говорим о том, что, слава богу, курс пошёл вниз и импорт прекратится, я вздрагиваю. Потому что каждый думает о чём-то своём. Я-то думаю о том, как мне строить высокотехнологичную компанию, а я сижу полностью на импортном продукте. Киев надеется найти промежуточное решение газового конфликта с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на встрече с инвесторами и представителями торговой палаты США. Глава правительства сообщил, что с одной стороны НАК «Нафтогаз» Украины ждёт решение стокгольмского арбитражного суда. С другой рассудить стороны может очередной раунд газовых переговоров в Брюсселе. Напомню, Кремль настаивает на том, что для возобновления поставок российского газа Киев должен внести почти 2 миллиарда долларов предоплаты за новые поступления и такую же сумму вернуть как долг за ранее полученный газ. Мы ищем оптимальное решение. С одной стороны, украинский «Нафтогаз» подал жалобу в суд в Стокгольме. С другой, в Берлине имеем трёхсторонние консультации на уровне ЕС «Украина-Россия» по поводу временной сделки. Энергетика – это вызов, но это и возможности провести изменения, инвестировать в украинский энергетический сектор и таким образом уменьшить энергозависимость от России, повысить нашу энергетическую независимость и энергоэффективность. Правительство разработало механизм компенсации для тех, кто заменит газовые котлы на электрические или твердотопливные. Её размер составит 20% стоимости, а инвесторов, которые будут массово внедрять газозамещающие проекты в сферы теплокоммунэнерго, Камин планирует поощрять премиями. Ведь благодаря замещению газа только в сфере жилищно-коммунального хозяйства его употребление должно сократиться на треть. Подробнее о механизмах стимулирования и поощрения за переход на альтернативные энергоносители в материале наших корреспондентов. Заменил газовый котёл на электрический или твердотопливный, получит 20% компенсации его стоимости. Под эту программу, стимулирующую украинцев к газозамещению, правительство выделило 50 миллионов гривен, сообщил глава госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук. Чтобы воспользоваться предложением, покупатель должен взять в магазине счёт фактуру, затем отдать её во счет банк, который пока будет обслуживать эту программу. После составления кредитного договора банк перечислит деньги на котёл, магазину, а списки всех, кто взял кредит на замену котла, будет передавать ежемесячно в госагентство по энергоэффективности. Последнее через банк вернёт каждому 20% тела кредита. Сумма, правда, не должна превышать 5000 гривен. Это станет своеобразным предохранителем от желания купить за счёт господдержки неоправданно дорогую технику. Прозрачный механизм. Надеемся, в этом году он заработает, и мы будем развивать в следующем году другие механизмы. Мы почитали, что если вкладываем 50 миллионов гривен, то население вместе с банковской системой привлечёт ещё 200 миллионов гривен. То есть эффект мультипликатора 1 к 4. 34 тысячи домохозяйств, надеемся, смогут купить себе такие котлы. Поощрять в Кабмине хотят и инвесторов, которые готовы тратить деньги на перевод котельных с газа на альтернативные виды топлива. Они получат премии, размер которых напрямую будет зависеть от объёмов сэкономленного газа. По предварительным расчётам за 1 мегаватт альтернативного тепла – 700 тысяч гривен. Например, кто-то из инвесторов поставит котельную на 1 мегаватт и вложит в неё 2 миллиона гривен. Другой инвестор вложит 5 миллионов. Агентство не будет интересовать, сколько стоит этот проект. Нас будет интересовать, сколько заменил он газа. С целью более интенсивного газозамещения правительство разработало и запустило ряд стимулов для производителей тепла из альтернативных источников. Благодаря чему тепло из биомассы в текущем году заменит свыше 1,5 из 9 миллиардов кубометров газа, потребляемых в бюджетной сфере и ЖКХ. До этих стимулирующих тарифообразования фактически биомассой было невыгодно замещать газ. Газ был субсидированный и биомасса не могла с ним конкурировать. Вот несколько постановлений правительства недавнего времени. Они поменяли эту ситуацию. Сейчас проекты, генерирующие тепло из биомассы и из других альтернатив, кстати, из угля, из электроэнергии, они тоже попадают под это стимулирующее тарифообразование. И инвестору уже возникает экономическая целесообразность замещать газ в этих двух секторах. Согласно разработанному правительству в национальном плану действий по возобновляемым источникам энергии, к 2020 году более 6 миллиардов кубометров газа, расходуемых на генерацию тепла, планируется заместить биомассой. В целом шаги к обмину в направлении газозамещения, по прогнозам экспертов, позволят Украине в течение следующей пятилетки вовсе отказаться от импорта газа. Оксана Прыжка, Олег Павлюченко, БТБ. Платежное мошенничество в Украине пошли на спад. Об этом сообщили эксперты в сфере безопасности расчетов и операций с платежными инструментами. Традиционные виды обманов людей через банкоматы, интернет и систему дистанционного банковского обслуживания уже практически не интересуют аферистов. Появился новый тренд – мошенничество с использованием метода социальной инженерии. Такой вид обманов по всем признакам мониторинга не вызывает у банков подозрения, так как выглядят обычные операции по переводу денег. Проблема заключается в том, что люди совершают их под психологическим воздействием. Эксперты еще раз напоминают, что ни в коем случае нельзя разглашать информацию о своих банковских карточках и тщательно проверять все, включая благотворительные организации, куда направляются деньги. Сейчас такая ситуация в стране, когда люди все находятся в очень напряженном состоянии, подвержены любым влияниям, как бросом положительной, так и негативной информации. Естественно, в таких ситуациях их очень легко раскачать и вынудить на какие-то действия, которые при других обстоятельствах они бы не совершали. Мы социально ответственные люди, мы понимаем свою ответственность о том, что есть такое вид мошенничества, молчать о нем мы не можем. В школах городов, находящихся под контролем боевиков, террористы заставляют учителей обучать детей по российской программе. В частности, изучать российскую историю и правоведение. Кроме того, все оценивание переводится в советскую пятибальную систему. На что в украинском СНБО подчеркнули, что Министерство образования Украины не признает образовательный процесс на территориях подконтрольных боевикам. Качественное патриотическое воспитание должно стать ответом на информационную войну со стороны России. Премьер-министр Арсений Яценюк призвал пересмотреть и адаптировать школьные учебные планы в соответствии с вызовами времени. С такой инициативой глава правительства выступил во время общения с преподавателями и студентами Киевского университета имени Бориса Гринченко. Как отметил Яценюк, Российская Федерация по-своему интерпретирует историю, манипулирует сознанием жителей восточных регионов Украины, откровенно искажает факты. Именно поэтому важно патриотическое воспитание украинских школьников. Наша оружие – это знания, наше оружие – это патриотизм, наше оружие – это украинский дух в каждом детском саду, в каждой школе и в каждом вузе. Наше оружие – это когда студент выходит и гордо говорит «Я украинец, я знаю, за что борюсь и люблю свою страну». Отменить тесты по всемирной истории и зарубежной литературе могут уже в следующем году. Об этом сообщил сегодня руководитель Украинского центра оценивания знаний Игорь Лекарчук. По его словам, выпускники практически не сдают тесты по этим предметам, а вузы, в свою очередь, не включают их в список обязательных для поступления. Кроме того, в 2015 году поступать в вузы будут снова исключительно по результатам внешнего тестирования. Теперь в законе о высшем образовании есть отдельная большая статья и целый ряд других положений этого закона. Так или иначе, они выходят на внешнее оценивание. Прием во все высшие учебные заведения на все образовательные уровни высшего образования с 2015 года будет осуществляться только по результатам внешнего оценивания. Украинцы самостоятельно могут оценивать качество образования в вузах. В рамках нового закона о высшем образовании реализован проект национальной системы обеспечения качества и взаимного доверия в систему высшего образования «Траст». Сотрудники портала собирают информацию о высших учебных заведениях страны, а также людях, которые в них работают и учатся. Таким образом, пользователи смогут не только контролировать, но и влиять на качество образования в Украине, уверяют организаторы. Нужны изменения в поведении людей, в том, что они думают об основных категориях высшего образования. Если говорить о вопросе качества, то нам с самого начала было понятно, эффективная действующая система обеспечения качества невозможна без пространства взаимного доверия. На этом все. Следующий выпуск в 22.00. Оставайтесь с каналом БТБ и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok